Поток маленьких пациентов в центральной детской поликлинике в два раза больше, чем в прошлом году. Болеют в большей степени острыми респираторными инфекциями и гриппом. Группы риска воспитанники детского сада и школьники. К сезону подъема заболеваемости медики были готовы заранее. К сожалению, это предсказуемо. Перепады температуры, холодный воздух, в котором вирусные инфекции охотно циркулируют, и долгое пребывание в организационных группах, где подхватить инфекцию проще простого. Но помимо острой респираторной инфекции, медики отмечают и рост заболеваемости гриппом. И здесь главная профилактика – вакцинация. Особенно ее рекомендуют малышам, которые находятся в группе риска развития серьезных осложнений после перенесенного гриппа. Это дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, у которых еще не окрепшая иммунная система, и те, кто имеет хронические заболевания. Среди всех случаев гриппа, которые встречаются в нас в настоящее время, больше преварируют грипп типа А и гонконгский грипп, то есть H3N2. Поэтому хотелось бы отметить и напомнить нашим жителям города Гродно, что в состав вакцины против гриппа входит профилактика именно этого штамма в том числе. Поэтому вакцинация против гриппа продолжается в каждом учреждении здравоохранения, и желающие могут привезть как взрослые, так и своих дедов. Над мерами профилактики медики рекомендуют задуматься всерьез, ведь заболевания в разряд легкого врачи никогда не ставили. Грипп начинается остро. Утром человек может быть абсолютно здоров, а уже к вечеру деление градусника медленно, но верно приближается к отметке в 40. И нужно понимать, если в семье кто-то подхватил этот вирус, с вероятностью в 90% болезнь перенесут все домочадцы. Помимо вакцинации нужно придерживаться элементарных правил. Часто мыть руки с мылом, одеваться по погоде, не допуская переохлаждения, держать дистанцию с людьми, у которых есть признаки заболевания, а при недомогании сразу обращаться к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова